Вот от раздражения, это тоже агрессия, до ярости, которая носит инстинктивный характер, вот эти вот убийства, измененное состояние сознания, как это правильно называется, кто помнит это слово, не помнит, нет, вот, вот до состояния аффекта, да, вот это вся линейка нашего агрессивного поведения, там злость, ненависть, вот всякие приключения. И то, каким образом человек себя ведет, соответствует ситуации, а главное воспитанию, и тому, каким образом вам комфортно выражать агрессивные свои тенденции, ну, злобные там, какие угодно. И они должны быть. Если их нет, это очень опасный признак, сейчас я не смешу к чему. Поэтому смотрите, злится ли ваш ребенок на что-нибудь. Даже если он это не нравится, достал бы, блин, ну хватит уже, вообще невозможно совершенно. Если он это делает, это счастье, потому что у людей и у детей, которые перестают это делать, вы не представляете каких трудов это стоит, это вытащить. Это вот, ну, например, все те же депрессии, они строятся на том, что человек начинает разводить на то, что он хочет, и в первую очередь, что его злить. Это реально очень большая, трудная работа, там вот этого профессионализма психологического, психотерапевтического требуется море. Поэтому, если ваш ребенок злится, это счастье, он помирать не собирается, и вам не даст, ибо достанет, и так далее. Поэтому смотрите, злится ли он на что-нибудь. Пока злится, можете не беспокоиться. А как все это работает? В смысле что? Ну, вот если он злится. Вот, допустим, я, можно сразу, да, потому что я как бы чуть-чуть, нормально, уже сухой, вот у меня сынок сейчас пятый класс. То есть с четвертого на пятый он перешел в одиннадцать лет. И вот этот у них сейчас, вот первые полгода, они перешли вот в то, что вы говорите, во взрослую жизнь, и в классе происходит практически не только с ним, а вообще с детьми происходит что-то невозможно. У нас там все родители сейчас, в интернете особенно, все-все-все, и дети, почему дети такие, они просто невыносимые. Они просто друг друга, у них вот это вот, я тебя спрессую, я тебя вот это, и ты почему, он же хороший мальчик, ну ты же это самое. И вот мой сын приходит и говорит, господи, так я его ненавижу, ой, я, я, я его, говорит, я, а училка вот эта, которая меня там поставила, все, я ее вообще. Он замечательный ребенок, мне очень нравится. Он же в последнее время, и главное, я, конечно, пугаю, вот лично я, честно, я же, я же видела другого ребенка, ангел, хорошую, там, это, и она мне что-то не нравится. А у меня уже мысль, что я уже начинаю напомнить, господи, неужели, что за, ты смотри, ну, то есть, вот, нет, это хорошо, во-первых, 10 лет идет гормональная перестройка, про которую мало говорят. Но на самом деле 10 лет это тоже определенный трудный возраст, потому что дети там начинают говорить, нет, не так, или вот так, и они не могут это аргументировать, и они реально, их очень трудно в этом подвинуть, потому что у них еще не хватает интеллекта для того, чтобы это аргументировать, и понять себя, но вот это становление личности, оно в 10 лет выглядит именно так, поэтому ему очень трудно что-то донести, бывает, там, объяснить, как-то его переформатировать, еще что-то, но это такой возраст, и с ним нужно уметь быть, и то, что он у вас пытается, вот то, что вы рассказываете, это агрессия в социуме, да, это, в общем-то, реализация социального инстинкта, да, и то, что у вашего мальчика есть, и то, что он начинает реализовывать, это прекрасно, потому что он чего-нибудь добьется в этой жизни, когда вырастет, глушить это категорически нельзя, нужно его в этом смысле поддерживать и помогать ему расспрашивать, а что именно тебе не нравится, и учить, как с этим можно обойтись, но говорить, что это не должно не нравиться, не нужно, сейчас будет немножечко перебор, если он там, знаете, никого с ножом не кидается, это не слабо, вообще нет, он мужчиной становится, это прекрасно, но и брат начинает замечательно, он пытается выбиться, как ли, что называется, ну, он пытается выбиться в значимого, извините, самца, если говорить на животном уровне, это прекрасно, да, поэтому смотрим на агрессию, сейчас, что-то я еще хотела, да, что еще в отношении агрессии, поскольку это основная наша с вами психическая энергия, если убирается агрессия, убираются все остальные эмоции, через какое-то время они начинают уходить, вот, хотите как-то к этому относитесь, но это так, если переломать ноги, мышцы начинают атрофироваться, если человек перестается злиться, хотя бы раздражаться, хотя бы как-то реагирует, это блокирует все остальные эмоции, потому что они тоже живут на этой энергии, движение к чему-то прекращается, прекращается любовь, прекращается радость, прекращаются хотелки хорошие, поэтому агрессию забивать нельзя, это очень опасно, и если вы замечаете, что ваш ребенок ничего не раздражает, не бесит, не злит и так далее, это очень опасный момент, лучше даже обратитесь к кому-нибудь, кстати, в Нурманске есть хороший психолог, у вас там, так, про это понятно? Вы на вашу массаж, где-то, кто-то, да, да, конечно, даже не один есть, но один прям, ну, я с ним, имею дело, с ней, вернее, так, и что на ней живут все хорошие эмоции, запомните эти, это обязательно, и на себя в этом смысле смотрите, вот, эмоциональная память, это вот то, что я вам рассказывала на фоне, на примере Насти, да, когда человек уже не помнит, чего он любит, чего он хотел, как это было, для человека 24 года, это вообще очень существенный момент, для ребенка и там подростка младше, это критично, этого не может быть, чтобы он не помнил, он должен выдавать это вот так вот на горах, а совсем маленький ребенок может этого не говорить, потому что у них еще не очень, они не очень держат эту информацию в себе, да, но мы можем себя вспомнить в ранние годы, мы мало чего тут помним, вот, но они вам прямо сразу выдадут, что им нравилось вчера, какой мультик вам понравился, кино, вот эти вот роботы, динозавры, еще какие-нибудь вот эти твари современные, в которых я не очень не разбираюсь, да, но тем не менее, они вам быстро выдадут, если вы здесь не знаете, вот, поэтому смотрите на себя тоже, что вы помните о себе, именно эмоционально, не знаете, а что, как это смотреть у ребенка, приходишь к ребенку, спрашиваешь, что ты любишь, вот расскажи мне, я вот уже взрослая, я тут не очень, как бы какие-нибудь там у вас роботы, трансформули, вот расскажи мне ничего не будет, моментом начинать рассказывать, вот если у ребенка все в порядке, все, глаз горит, он куда-то побежал, что-то принес, тут начал рассказывать, не важно, я понимаю, о чем он говорит, не понимаю, о чем он говорит, они еще все не очень там хорошо говорят, когда маленькие, я могу ничего не понять, мне не важно, у него глаза горят, он мне что-то объясняет, вот, я могу 300 раз переспросить, могу ничего не спрашивать, я увидела, что мне нужно, если человек мне говорит, ну, я люблю вот это, вот это, там, я вот здесь вообще красавец, и так далее, да, а глаза не меняются совсем, никакого блеска не появляется, никакое лицо не меняется, ничего не меняется, человек мне просто интеллектуально рассказывает о себе, что он помнит, а глаз не горит, приводит, мама с папой приводит мальчика, 9-10 лет, сейчас не помню сколько, ну, вот сколько-то, по-моему, столько, или даже, может, чуть поманше, с запросом от врача, что он не ест мясо, а, соответственно, мальчик, он худенький, мясо жрать надо, а он нет, вот вообще в отказ, любое, причем, если заподозрить, что там есть еще, все, значит, вот, разговариваем с родителями, замечательные родители, очень хорошие люди, вообще, неприятные, очень разные, но, тем не менее, вообще не имеет вопросов, при этом папа такой, очень живой, настоящий, ну, обычный, хороший мужчина, нормально, вот, и при этом маму сидит, мама, тоже очень хорошая, спрашиваешь, слушайте, а что вот вас в последнее время порадовало, вот вы там увидели, там, нельзя, в кино сходили, я не знаю, человека какого-то дурацкого на улицу увидели и оборжались там про себя, там, пусть это там высокомерно, но тем не менее, это же прикольно, это же никому не сказано, ничего не знаешь, вот, и она сидит, и у нее вот как были стеклянные мухни глаза, так они и остались, и понятно, что человек уже, ну, если не в депрессивном состоянии, такого хорошего, то уже очень близко к вам, она говорит, ну, я вот, люблю вот это, я говорю, слушайте, если вы, ну, там, вы мне первый раз сидите, вы можете не хотеть мне рассказывать, я вас очень люблю, скажите что-нибудь такое вот социально приемлемое, чего вы можете рассказать, я говорю, я вам тоже все не расскажу, я говорю, ну, чего-нибудь я вам скажу, и она пыталась, пыталась, но сколько бы она ни говорила, у нее вот этого, знаете, драйва не появлялось никак, ну, то есть даже, если бы она сказала, чего она любит, я бы ей не поверила ни за что, ну, не верю, что человек, я люблю вот это, ну, как так можно любить, любишь, если вы говорите, я вот это люблю, или вот это, или еще как-то, да, и дальше уже у кого какая личность, вот, поэтому эмоциональная память, это когда глаз горит, и не важно, это что важно, или хрень какая-нибудь, абсолютно не важно, проверяйте ребенка на это тоже, горит глаз, не горит глаз, себя проверяйте, к зеркалу подойдите, скажите, я люблю вот это, и посмотрите на себя в зеркало, или к мужу подойдите, или там к жене, если, вот, собственно, следующий пункт стремления, который вызывает положительные эмоции, это как раз про всякую хрень, кто что любит, кто муравьев любит, есть такие дети, кому прутся от муравьев, оказывается, 50 видов, от компьютерных игр, спрашивайте, какая компьютерная игра, даже если вы ненавидите, вникайте, потому что компьютерные игры очень хорошо показывают, кстати, про то, что человек сейчас живет, неважно, пусть у него горит глаз, у вашего ребенка, на какую-нибудь ерунду, которую вы даже не одобряете, главное, что он живой, что он живет, вот, а интерес это то, что уже можно перевести в какие-то вот жизненные цели, там, не знаю, я люблю физику, вот эти все законы тяжести, гравитации, в нейтон, вообще крутой чувак, что можно перевести в профессию, да, в какую-то, да, вот это вот, как бы, интересы, не муравьи, с которыми не очень понятно, хотя, в общем, муравьев тоже куда-нибудь можно пристроить, да, биологию все, да, но вот это вот какого-то планомерно интересного, или сейчас очень много компьютеров, или девочки, там, какие-нибудь дизайны увлекаются, да, интересы это вот что-то, что можно потом вот в реальной жизни как-то вот реализовать, да, отличия, собственно. Картина будущего, вчера говорила о том, каким образом спрашиваете, если ребенок уже подрощен, и он может вам, если у вас нормальный хороший контакт, чего бы ему хотелось, чтобы произошло в его жизни, не как он видит себя через 5 лет, как он очень любит писать, а как он, чего он хочет, чтобы было. Соответственно, вы, конечно, получите запрос на какие-нибудь игрушки, или еще чего-нибудь такое, да, но вы сразу так поставьте, что вы не собираетесь это исполнять, да, но если он вам говорит, чего он хочет, значит, он знает, как это применить, и как он будет с этим вот там, играть во что-нибудь там, расскажет кому-нибудь, ну, похвастается даже вообще шикарно, еще что-нибудь, да, значит, он себя в этом видит. Спрашивайте у себя это, обязательным образом. Чего бы вам хотелось, помимо того, что ваш ребенок не болел, чего бы вам еще хотелось для себя лично, да, про ребенка и так понятно. Я вчера говорила, что картина, ну, будучи вот такой, очень сложный феномен психологический, но он дает очень много энергии нам с вами сегодня, здесь и сейчас. Я вчера говорила, я делаю пример, чтобы это понять, лучше всего вспомнить людей, которые, там, в войну бросались на танки, да, не все бросались на танки, тоже в том числе. В принципе, от них нужно убегать очень активно, да, но человек, который знает, что он защищает, например, своих детей, а по сути он защищает свое будущее, на себя, там, свою семью, свою землю, да, вот из этого посыла можно на это пойти, из никакого другого на это пойти просто невозможно, это для человека не нормально. Поэтому, если нету картины будущего, очень много энергии пропадает здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...